Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем книгу История международного коммунистического движения Олег Зимарин Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир» Владилен Буров Доктор философских наук Главный научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук Встреча с издательством Встреча с издательством Должен сказать, что эта книга действительно имеет большое значение, Поскольку она представляет собой учебник Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Которые студенты китайские должны с ней познакомиться, изучать ее И этот проект вообще-то одобрен на самом высоком уровне в Китае, на уровне Центрального комитета, поскольку там даже написано в послесловии об этом И она, в общем, книга, что интересно, она не... Я бы не сказал, что это чисто пропагандистская книга, это скорее все-таки научно-исследовательская работа, потому что оценки, которые там присутствуют, они взвешенные Они как бы далеки от такого голого пропагандизма, который, может быть, присущен некоторым работам, еще имеющим место Это работа действительно большого коллектива китайских ученых Которые специально занимаются историей коммунистического движения, истории Советского Союза, истории других стран мира, то есть других континентов Она проходила неоднократное вообще рецензирование, обсуждение, исправление И действительно там нет лишних слов, действительно, сейчас с моей точки зрения Потому что она как бы дает объективную картину истории международного коммунистического движения И очень много ценного и полезного для нас, между прочим Вот сейчас оценка Ленина, оценка Сталина, оценка Маркса Она объективна Там сказано, ну, конечно, это китайская точка зрения, естественно Ну, тема на и цена, тема на и цена Они имеют право на нее и более чем кто-то, либо еще Я как бы в своих работах писал, и здесь вот это присутствует Что, в общем, надо иметь в виду, что Стали Коминтерна были, как бы сказать, гражданами западноевропейских стран Ну, скажем, той же Англии, Франции, Германии, Голландии, между прочим Был первым представителем Коминтерна в Китае Так вот, они же ведь, это развитые каталитические страны А Китай был отсталой, полуколониальной, полуфеодальной страной, как говорил Мао Цзэдун И поэтому, действительно, эти вот Коминтернские дети, они не знали, что такое Китай реально Вот во многих книгах сейчас китайских авторов об этом пишут Но я хочу вам сказать, что даже ведь Сталин в первое время тоже не понимал то, что происходит И он делал ошибки по отношению китайской революции Он только в конце 30-х годов понял, и здесь вот описано об этом, что он понял, что все-таки линия Мао Цзэдуна правильная И когда он провожал там китайских коммунистов, представителей в Коминтерне на родину Он говорил, что мы полностью поддержим Мао Цзэдуна Потому что он понял, и было бы это в 30-х годах, кстати Была бы община книга, по-моему, в 39-м или 40-м Мао Цзэдун в оч китайской революции Этого раньше не было, раньше Мао Цзэдун как бы был ванмин А тут Сталин понял, он все-таки был не глупый человек в этом плане А до этого он ошибался, не только он, конечно, другие ошибались руководители Там Каменев, Зинобьев, Бухарин, они же все, я тоже, Бухарин присутствовал на 6 съезде Компартии Китая Это единственный съезд Компартии Китая, прошедший не над китайской территорией А как раз в Подмосковье ближайшем, и сейчас там музей Да, вы были, да? Я был в 1 мае Всем рекомендую, великолепный, очень интересный музей За 1 доллар они купили, или за 1 рубль, я не знаю, вот это здание, которое было разрушено совершенно Да, усадьба, усадьба, да, она сейчас называется Первомайская Это не так далеко от Москвы Аптобус уходит туда, да Вот, и это понятно, потому что как раз после краткого периода, кстати, всячески продвигаемого со стороны Москвы Сотрудничество Гомендана и, так сказать, коммунистической партии Китая Чанкайши развернул в штыки и, по существу, китайская Компартия подверглась во второй половине 20-х годов Тяжелому удару, репрессиям, у них не было другого способа провести съезд, кроме как за пределы Китая выехать Они, собственно, это и сделали Коммунистическая партия Китая основана в 1921 году при содействии Коминтерна Учредительный съезд партии прошел в Шанхае и в нем приняло участие 12 делегатов Генеральным секретарем Коммунистической партии Китая был избран Чэнь Дюсю Шестой съезд Коммунистической партии Китая состоялся в 1928 году в Подмосковье В бывшей усадьбе Мусиных-Пушкиных Старонекольская Всего с того времени было организовано 19 съездов партии Последний из которых прошел в октябре 2017 года С 2012 года генеральным секретарем Коммунистической партии Китая является Си Цзиньпин Но я не думаю, что нам с вами нужно очень много говорить даже о 20-30-х годах Потому что там огромное количество всяких разных сюжетов Тут и деятельность Коминтерна в деталях этих всех многочисленных коммунистических университетов Трудящихся Китая, который действовал в Москве И потом международной ленинской школы, где готовились китайские коммунисты В нашем архиве лежит около более трех тысяч дел китайских коммунистов персональных Которые учились здесь Из десяти маршалов Китая пять учились в Москве в 20-30-е годы Из руководителей тот же Цзиньпин, тот же Джо Энлай, тот же Жень Биши Они все дольше или в более короткий срок они учились в Москве Понимаете, у нас тоже плохо представляет то, что китайские коммунисты тоже сыграли большую роль в нашей революции Очень большую, да И начиная с Гражданской войны Вот просто с Гражданской войны Там уже были целые китайские части Кстати сказать, я вспоминаю Вот несмотря на все отношения наши, так сказать, зигзаги в наших отношениях И вплоть до сегодняшнего дня Китай помнит фразу Мао Цзэдуна Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-нининизм Идти по пути русских был наш вывод Роль нашей революции Революции, так сказать, в создании нового Китая Она, несомненно Здесь в этой книге это показано И поэтому она читается очень хорошо Я думаю, что это то самое главное Что мы должны о чем говорить Я бы только хотел, чтобы вы еще остановились на вопросах Вот осмысления уроков Вот первого периода Их первые, условно, пятилетки И культурная революция Чтобы пойти в Данциапину И понять, что происходит дальше Ведь ситуация удивительная Ведь это Китайская Народная Республика Коммунистическая партия Китая Они подчеркивают, что международное коммунистическое движение То есть принципы коммунизма до сих пор придерживаются Естественно, Китай, Северная Корея, Лаос, Вьетнам и Куба И Куба, да Так, в общем случае Пять штат То есть по количеству населения Это огромная часть населения Земли Главное, надо искать свой путь Это, кстати, если говорить Я подумал, можно будет об этом остановиться И для нас тоже очень важно Современной России Потому что надо искать свой путь Который отличает национальным особенностям Потому что Россия сделала много ошибок в 90-х годах Именно потому, что она не учитывала опыт И свой собственный, и китайский опыт Они это учитывают Что мы, что для того, чтобы строить свое общество Развивать свою страну Необходимо обязательно учитывать исторические особенности Культурные особенности Менталитет нации Конфессиональные проблемы и так далее и тому подобное Потому что если этого не учитывать То любое революционное дело обречено на провал Вот они, это главный урок Они об этом и говорят Комментарно спасибо большое ему Он делал ошибки А мы эти ошибки как бы повторяли Компартия Советского Союза нам помогла Мы это не отрицаем Но в то же время она делала ошибки Мы эти ошибки повторяли А не нужно этого было делать Надо было учиться Ну вот, например, такой вам приведу один факт Просто интересный У нас иногда на бытовом уровне Есть представление о том, что китайские авторы Китая в Китае существует апологетика Сталина Это неправильно В этой книге дается объективная оценка его деятельности Они возражают только против, как и недооценки его роли Но критика деятельности Сталина в этой книге присутствует Причем критика довольно серьезная Вот проблема коллективизации Проблема культа личности Она есть как бы в двух измерениях Вот от всего, что касается деятельности Сталина Непосредственно в Советском Союзе В нашей стране Это вот вы начали Есть вторая, да, которая уже ближе к Китаю Ближе к Китаю Извини, что я вас прервал Я бы хотел, чтобы мы продолжили это Нет, вот насчет Сталина вы понимаете, что я хочу вам сказать Что они действительно, они, кстати сказать, они пишут о том, что вот Хрущев Тоже интересная вещь, Хрущев не является как бы человеком, который пользуется, ну скажем, большим уважением к Китаю Но решение 20-го съезда по поводу реабилитации Они одобряют Вопрос другой, они считают, что нужно Реабилитации репрессированы Да, репрессированы Другое дело, что они считают, что надо было бы все-таки сказать о его заслугах А вот сейчас проблема создания социалистической индустрии и проблема победы в антифашистской войне Вот это они говорят, что это все-таки надо признавать А так, в общем, и, кстати, недавно я читал одну статью китайскую, уже после этой книги, недавно тоже Там довольно жестко критикуют репрессии Сталина в 30-е годы Я как-то даже потом спросил у своего одного знакомого, тоже китайского Он говорит, у нас разрешена критика Сталина Мы считаем, что он совершил ошибки, ошибки, недостатки и так далее Кстати сказать, тоже интересно, написывается борьба Сталина и Бухарина И причем они как бы положительно оценивают многие положения, выдвигавшиеся Бухарину в период социалистического строительства Ну, это вот дискуссия о путях и методах, в частности, лозунг Бухарина Обогащайтесь, то есть на свободное развитие крестьянства через кооперацию и жесткая линия Сталина Я просто напоминаю в нашем слушателе Да, вы правильно все говорите, вот именно об этом они и говорят Что они говорят, что методы борьбы, так называемое раскулачивание, они осуждают Они говорят о том, что под кулаков попали и середняки, которые вносили вклад в развитие, так сказать, социализма Между прочим, у нас до сих пор, многие в Советском, в России, в Советской, в России, в нашем государстве Многие ученые, в том числе даже и в нашем институте Считают правильную мобилизационную модель Сталина для строительства социализма А вот если взять эту книгу, они все-таки выражают сомнения в методах, которые Сталина использовала Вот понимаете, интересная вещь Мы вроде бы одобряем то, что делал Сталин в 30-е годы Они говорят, что надо было не забывать о легкой промышленности Не надо было забывать о повышении жизненного уровня трудящихся Нельзя было только делать упор на тяжелую промышленность Можно было и тем заниматься, и другим Вот это интересный подход В чем трагедия мирового социализма? В том, что, и они об этом пишут Что Советский Союз, Компартия Советского Союза Навязывала свое понимание законов строительства социализма другим партиям А китайская Компартия, начиная с Мао Цзудона, выдвинула свой подход Если мы делали ставку на какие-то большие общие закономерности Они делали ставку на национальные особенности А мы занимались чепухой Прямо так, образно говоря Мы обсуждали проблемы, которые не имеют отношения к сегодняшнему унию Кто там главный, кто не главный Понимаете, борьба за перенство Конечно, вот мне кажется Мауздон относился, конечно, не за Сталин к Хрущеву не уважал Нет Ну, понимаете, ну, все-таки Хрущев Кем он был в революции? По другому роду А Мауздон был делегатом первого съезда партии И он все был в руководстве Хрущев появился, с моей точки зрения, в руководстве КПСР Потому что он учился вместе с Аллилуевой в промоакадемии Он там с ней познакомился, она представила его Сталину А до этого был никто Они же все знают, китайцы Ну, понимаете, он считал, что такой человек, как Хрущев, не может ему, как бы сказать, равным Неровнее Неровнее Поэтому, я думаю, тот сыграл и личный момент Помимо делогистских разногласий Что Мауздон считал себя, конечно, выше И по своему, так сказать, революционному потенциалу По своей политической биографии Выше, чем Хрущев Я думаю, это не только логические, но и личные моменты Понимаете? Ну, все-таки Мауздон с 19-го года занимается марксизмом С 21-го года коммунист Мауздон, так или иначе, это прошлое Китая Да, уважаемое Ценимое Но современный Китай, он все-таки обязан Как мне представляется И как, собственно говоря, и здесь тоже говорится Своему положению, прорыву Дэн Сиопин Дэн Сиопин, видимо, природный ум Вы знаете природный ум Другого я не могу сказать, потому что другого Главная у них практика Главный реалистический подход Кстати, у нас как-то странно смотрят иногда У них что такое реалистический подход А это идеологическая линия партии Реалистический подход А если по-китайски руководить взять Это исходить из практики Все главное И брать из практики Обрабатывать И потом снова нести практику Какое-то положение Понимаете, вот такой лозунг у них И вот эта вот идея, кстати Это Маузул сказал А Дэн Сиопин это развивал Он, когда вот он пришел Вернулся снова к власти Он об этом все время говорил Реалистический подход Реалистический подход То есть нужно опираться на практику Смотреть, что на самом деле Так сказать Вот пошло это Все И потом они Что? В отличие, скажем Иногда и у нас тоже Извините, говорят Какой-то большой человек говорит То, что она делала так-то У них не так Эксперимент Они начинают Вот сейчас Что-то в каком-то районе В какой-то провинции А потом уже Когда это опробовано Дало результаты Позитивные или негативные Они это опускают Вот на практику И формы Дэн Сиопина Именно так Если говорить Ну начались, во-первых С села С села И причем только низко И во всех села С двух провинций По-моему Двух провинций Вот Сычуань И то же самое Со свободными экономическими зонами Тоже на юге Две Что такое в Китае сегодня Стоит в китайской специфике Ну вот это, собственно говоря То, чем они живут Это НЭП Продолжение НЭПа То, что у нашего Только в китайской специфике НЭП с Китай У них везде они говорят Культура с китайской спецификой Социалист с китайской спецификой Это все с китайской спецификой Это не сильно добить громадных успехов Вы понимаете Конечно, проблемы есть Но вот миллиард 300 Посадить туда Никсона Понимаете Какого-нибудь там Даже Трампа Я не знаю, смог ли он что-то сделать То, что они сделали Потому что Вы понимаете, что у них хорошего Я должен прямо сказать Учиться надо У них Политбюро ЦК 25 человек Ну плюс там разные помощники Каждый месяц Проводят коллективную учебу Что значит Ведь руководители партии Они заняты Они не могут читать книги Они не могут читать Так сказать Знать, что происходит В экономике В политике И так далее Так вот Они каждый месяц Под представителем Си Цзинькина Кстати, это уже пришло Призяньзимин началось Еще в конце 90-х годов Раньше этого не было Собираются все Раз в месяц Называется коллективный Там уже 15-20-е Каждый месяц И вот они обсуждают Какой-то вопрос Вот скажем Мой приятель Делал доклад На Политбюро 25 человек То есть ученые Ученые, да А там только ученые выступают Ну да Они никого не приглашают Профессора Партийного работника Он тоже ничего не знает В связи интеллектуальной Элиты Справящей Да И вот значит Он рассказывал Об отношении в России Современной К Сталину Их же интересовало Потому что Маузу Зану Сталину Он рассказывал Другой Профессор Он делал доклад Он очень крупный У них По истории Китайской философии Он делал доклад О китайской культуре И Си Цзиньпин Он рассказывал час Потом час Вопросы Ответы И потом подводится Си Цзиньпин Он рассказывал А теперь провел итоги Дальше Си Цзиньпин Когда был секретарем Подкома Университета Жизьяна Провинция Очень хорошая провинция Там Ханчжоу В Китае Пословица На земле рай На небе Служевый Ханчжоу На земле рай Это вот так Ханчжоу Это прекрасный город Так вот Он прослушал Пять лекций По истории Китайской философии Специально пригласил Вот моего знакомых Хорошие Он Это было еще Когда он не был Там он даже не был Членом полибюро Он послушал У меня есть фотография Где он приехал Уже был еще Вторым человеком В партии Это в 2012 году Еще до съезда Приехал в провинцию Гуйлинь Это на юго-западе И вот он там фотографии Студенты Слушают лекции По истории Китайской философии Он Сидит вместе с ними На первой ряду И слушает У меня фотография То есть Зачем это ему нужно Повышается потенциал Руководитель Дальше Возьмите Он выступал В 16-м году Провел совещание Философа и общесоведов И делал выступление И сказал Си Цзиньпин Я читал Монтеске Я читал Руссо Я читал Кейнса И тогда 20 работ назвал Чуть не Аристотеля Вот интересная вещь То есть Они постоянно Повышают свой потенциал Ну вот У китайцев В будущем году Круглая дата Да 20 лет Содержали Компартии Китая Все-таки Как Вот Вы считаете Китай Его сегодняшнее состояние С его Вот этим Идейным наполнением Является ли Продолжателем Вот Истории Международного Коммунистического Движения Или это Какая-то Другая страна Вот это Трудный вопрос Понимаете Потому что Ну они Название Нойскому партию Китая И кстати В уставе Написано Цель коммунизм Вот Но Это так сказать Но они И Ди Си Цзиньпин Неоднократно Подчеркнул Подчеркивает Что мы строим Не капитализм Как говорят Некоторые За пределами Китая И даже в Китае Мы не строим Ни какой-то Государственный капитализм И так далее Мы строим Социализм Китайской Спецификой А люди живут Лучше Вот это Нет Это Конечно Я думаю Что В основном Основная масса Довольна Вы знаете Конечно Какие-то Элементы Дезидентствующие Как у нас Раньше было Есть Которые В общем Недовольные Но это Всегда есть Но Я думаю Что Для условий Китая Этот режим Оптимальный Конечно У него Сидостатки Но Большое Население В стране Если не будет Какой-то Руководящей силы Им будет трудно Ну конечно Дома Революционная Сила Должна Это Как сейчас Термин выдвинул Си Цзиньпин Новый Называется Цзиву Гаминхуа Значит Гаминхуа Самореволюционизация Партии Самореволюционизация Партии Это последний Термин Который Один термин То есть Партия Должна Не Самовыполять Себя А признавать Свои ошибки И их исправлять Это первый Термин И второй термин Развитие Должно В центре развития Должен быть народ Народ То есть Думать об интересах Народа О его материальном уровне О его культурном И так далее Вот это два лозунга Новых Которые Сейчас Вокруг Этого Сейчас все И партия Поэтому партии Идет сейчас Борьба с коррупцией Вот Строгие Кстати сказать У них В отличие от нас Если Человека За коррупцию Посадили То Полная конфискация Имущества Там не какая-то часть Полная Жестко Спасибо Владимир Георгиевич Еще раз Благодарю вас За И за беседу И конечно За наш Сотрудничество У нас с вами впереди Новые интересные книги Уже посвященные Китайским ценностям Традиционным Я уверен Что Это будет Не менее интересная Книга Чем та Которая лежит Перед нами Редактор субтитров Совместное производство Омской телевизионной компании ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.